В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий граждан предоставляется компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. По этому вопросу нужно обратиться в МФЦ, а также в районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки администрации городского округа Самара. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332 16 36. Посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19 и пройти повторную вакцинацию, приглашают в телеграм-канале Октябрьского района. Прививка может укрепить иммунитет и позволит переболеть в легкой форме. Напомним, в период пандемии для поддержания защитных функций организма важно вакцинироваться каждые 6 месяцев. Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг или по горячей линии 122, а также телефоном районных поликлиник. О правилах использования газового оборудования напоминают телеграм-канали Советского района. Для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Тяга – это направленное движение продуктов сгорания газа в дымовой или вентиляционный канал. Проверить тягу можно с помощью листа тонкой бумаги. Его нужно приложить к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, то все в порядке. Для проверки тяги в дымовых каналах котлов, по тому же принципу, нужно приложить тонкий лист бумаги к смотровому окну котла или колонки. В телеграм-канале Самарского района обращают внимание на то, что в зимний период с понижением температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров. Основными причинами возгораний становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования, ветхость электросетей, использование неисправных электроприборов. А сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми. Жители города просят быть максимально внимательными при использовании отопительного оборудования и соблюдать все меры безопасности, беречь себя, близких, а также свое имущество и имущество своих соседей.